Девушки отдыхают Девушки отдыхают И я начинаю расследование Прорыв некрофильной энергии, которая из иных миров От него нет спасения Страшный очень Он сметает на своем пути все Не по башке стаканом Баба! Никто не в силах остановить его Какой-то крутящийся, как живой клубок Каким его видят звезды эстрады? Он был в темноте, а сам он светил А каким простые смертные? Весь вот Как с ним бороться? Кыша отсюда Что он представляет собой на самом деле? Вот первоначальный Снимок Чего он хочет от женщин? Кошечка превращается И вообще Чего он хочет? На, ну смотри Фу! Мерзость Полтергейст У меня было ощущение, что я там не один Живочка устава Анна Чапман с ним разберется Я расстрою все тайны В переводе с немецкого Полтергейст означает Шумный дух Этот термин в 1713 году Придумал некий Бертольд Герцман Из Дортмунда В его доме На протяжении нескольких недель Летали подсвечники Двигались шкафы И билась посуда С тех пор прошло почти 300 лет Но Полтергейст по-прежнему Появляется в домах Самых разных людей По всему миру Ученые так и не смогли Объяснить это явление В чем же причина Полтергейста? Существует ли шумный дух На самом деле? Или это очередная легенда Которую верят миллионы? Узнаем сегодня Десятки людей утверждают Что сталкивались с Полтергейстом Даже звезды российской эстрады Валерий Меладзе Во время съемок этого клипа В старинном замке Ощутил воздействие темной энергии Ровно в 12 ночи В полной темноте Вдруг завыли одновременно собаки И как-то стало холодно У меня было ощущение Что я там не один Поговорите со мной Певица Марина Хлебникова Часто чувствует присутствие потусторонних сил Особенно на гастролях В гостиницах это особенно резко Тех существ, которые находятся в гостинице Их очень много И они везде О каких существах говорит известная певица? Певица и художница Корнелия Манго Видела Полтергейстер собственными глазами Он выглядел вот так Я помню, что он был какой-то волосатый Вот И около него была вот такая вот Он был в темноте, а сам он светился Это случилось в 1992 году Когда Корнелии было 6 лет Семье пришлось переехать В самый неблагополучный район Астрахани Раньше на этом месте было кладбище И после того, как снесли кладбище Построили там дома Корнелия вспоминает По ночам ее будил чей-то голос Но рядом никого не было Какие-то звуки как будто бы шли изнутри Теперь, каждый раз переезжая в новую квартиру Корнелия пытается задобрить домового И оставляет ему еду Чтобы не было этих светлых и пушистых Это в первую очередь нужно, конечно же, их задабривать Их нужно кормить Как у тебя, моя строка Первый российский миллионер А ныне отшельник Герман Стерлигов Говорит Он отлично знает, кого именно Видела Корнелия Все эти домовые полтергейсты Просят обычные бесы Это бесы, которые издеваются Над и безбожниками Фу, мерзок По башке стаканам Капа! Так проявляется полтергейст В самой обычной квартире На окраине Омска Он хозяйничает здесь уже месяц Кисляются записки Вот так падает Свернута записка Написано Я убью тебя и свою дочь Шумный дух Терроризирует пенсионера Владимира Поташова И его 13-летнюю дочку Ларису Страшно очень Тарелки летят Чуть ли не из шкафа бьются Лариса Учится в седьмом классе Но делать домашние задания Не получается Полтергейст мешает Камни летят из ниоткуда Записки И вышла с тарелки Все, что ему не попадет Он все бьет Днем и ночью Из квартиры Поташовых Слышны грохот и крики Соседи в ужасе Он открыл вот так дверь И в меня вот так пролетела рюмка Папа, папа, разбилась Я спрашиваю, что это такое Он говорит Я, говорит, ну, как бы не знаю Квартира Поташовых Разгромлена Выбиты стекла Повреждена проводка И сломана мебель Вот сейчас начало кресло летать Окно сейчас выбил Туда На улицу Вы же идите посмотрите Мы зашли и посмотрели Действительно В этой квартире Происходит нечто невероятное Эти надписи на стенах Говорит хозяин Появляются сами собой Я только к балконе подскажу Мне по башке стаканом Ба-ба Я ему говорю Слушай, это ты гружи Качачишь Тебе меня убивать Никто права не давал Мужчин уверен Их преследуют Потусторонние силы Ну, да на На колени Я же перед господом Только могу сказать И что за престол Он перед собой Дьявол Никогда Можно ли все это Объяснить В интернете Полно видео Где разбушевавшийся Полтергейст Заставляет предметы Летать по комнате Однако все эти трюки Можно повторить при помощи Обычной лески Рецепт сенсации прост Закрепляем один конец лески За люстру А другой пропускаем Через карниз от штор Теперь находим Несколько предметов Которые будут летать в воздухе Даже тонкая леска Способна выдерживать До сорока килограммов Поэтому по комнате Может летать Все что угодно Для того, чтобы Прикрепить предметы к леске Идеально подойдет Обычный скотч Крепим им будильник И натягиваем леску Обратите внимание Она абсолютно невидима Будильник готов Чтобы закрепить успех К этой же леске Мы привесили Еще несколько предметов Они Парят по комнате Самый настоящий Полтергейст Запечатлеть на видео Проделки шумного духа Оказалось легко Но как объяснить Реальные последствия Активности Полтергейста По всей России Тысячи семей Стали его жертвами Каждый вечер Пол пятого Там шаги у меня В пристройке Думаю Может я с ума схожу Да нет Вроде бы нормально Все Роза Константиновна считает Это бродит призрак мужа Который умер Два года назад В этом доме На окраине Волгограда Происходят Необъяснимые вещи Здесь Немецкое захоронение Кладбище немецкое Эта энергетика Все равно влияет На то что происходит Вот здесь У нас Тебе Классер Десять Элина Глазунова Утверждает Сначала В ее доме Стали появляться Призраки Как раз По фону Этой стенки Прошлась Какая тень А потом Поселился Домовой Человечек Стоит Небольшой Завелся Одет Одет Вот так Вот так Именно поднят Один был Вот так Ставил Второй носок Был одет На следующую ножку Вот так Молодожены Репортер Кирилл Малахов Сначала Не поверил Но увидел Это Своими Глазами Я нахожусь В поселке Светло Это пригород Томска Жители этого дома На протяжении Четырех лет Буквально Терроризировал Полтергейст Татиман По словам очевидцев В квартирах Летали ножи Топоры С петель Срывало Входные двери На стенах Появлялись Угрожающие Страшные надписи Подберусь Что это было На самом деле Эти Уникальные кадры Сделали Хозяева квартиры Невероятные вещи Здесь происходят Каждый день Под потолком Пролетают Брюки Так Что там прилетело Следом летит Коробок Со спичками А это Чучело хозяина Его одежда Набитая тряпками Неизвестно Как появившиеся На шкафу На стенах Квартиры Появляются Загадочные надписи И странные записки Я взяла Но она Не скажет Потому Что она Ленит 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 Невероят Хозяева В шоке Из стиральной машинки Таинственным образом Пропал Резиновый шланг Какой шланг Спустя некоторое время Глава семьи Находит шланг Посреди коридора Завязанный в узел Хозяев Видимо Уже ничем не удивишь Кисляковы Даже подначивают Шумного духа Интересно Вот дверь Она сможет снять Полтергейст Не заставляет Себя долго ждать Вскоре С грохотом Вылетает И вторая дверь Вторая поверх Полетела Когда шумный дух Спросили Как он хочет Чтобы его именовали Буквально С потолка Упала записка На которой Губной бомбады Было написано Имя Фатима Кстати Вот эта записочка Своё имя Дух периодически писал На стенах квартиры Ручкой, карандашом Пластилином Свечками Зелёнкой Даже Хозяйственным мылом А однажды Имя Фатима Появилось на стене Кровавыми буквами Прямо на глазах Изумлённых хозяев Как это Можно объяснить Пурпурно-красные надписи Которые появляются Как будто из ниоткуда Это Вполне реально сделать В домашних условиях Это Хлорное золото Вещество Применяется При изготовлении Одного из видов Симпатических чернил Нам потребуется Его раствор Этим раствором Пишем надпись На обычном листке бумаги Обычной шариковой ручкой Без стержня Выводим слово Полтергейст Пока на листке Довольно трудно Что-нибудь прочесть Высыхая Надпись становится Абсолютно невидимой Именно этим Мы сейчас воспользуемся Если положить листок в тарелку А затем Обработать сверху Раствором Оловянной соли Надпись приобретет Кроваво-красную окраску Это не чудо И не мистика Это Простая Химическая реакция Впрочем Этот эксперимент Не объясняет Всех тайн Поселка Светлый Жильцы этого дома Называли подъезд Фруклетим Здесь вот С крыши Падала девочка И разбивалась Прямо вот сюда За время активности Шумного духа Фатимы Таинственным образом Погибло 15 человек Имеющих отношение К жителям этого дома Одного мужчину Нашли в этой канаве С оторванной головой Связаны ли между собой Эти события Или это Просто совпадение Что нужно Полтергейсту Она деньги воровала Зачем он Разрушает квартиры И судьбы людей Я со слезами на глазах Закрылась И все Уникальная запись Голоса барабашки Она квартира На время более Аномальное явление Роман с Полтергейстом Я уже говорю Ну я спать хочу Оставь меня в покое И откровение ученых С ним удается Установить Контакт Смотрите Сразу после рекламы Я раскрою Все тайны Террорист Из потустороннего мира Невероятная версия Но факты Налицо Кто или что Устраивает погромы В квартирах Жителей поселка Светлый И с какой целью Кислякова считают Шумный дух Пытается выжать их Из квартиры Претендует на Жилплощадь Очередные хозяева Духа Бороновой Считают Он хочет их убить Но каковы мотивы Мне непонятно У местных исследователей Аномальных явлений Есть другая версия Вот еще один удивительный артефакт Оставшийся от полтергейста Фатима Согнуть этот ключ пополам Возможно только в кузнице Но здесь нет следов Механического воздействия Или нагревания С другой стороны Он сделан из хромванадиевого сплава Чтобы было понятно Это металл крепкий Но очень хрупкий По идее Он должен был просто сломаться пополам Для чего это сделал полтергейст Возможно он хотел продемонстрировать Свою силу Над физикой нашего мира Этот гвоздь нам показала Галина Сергеевна Воронова Из поселка Светлый Говорит Тот же самый полтергейст Завелся у них Пару лет назад Она деньги воровала Золото украла Очень много Внуку она мешала учиться Писала на тетрадях Непотребные слова Это были маты сплошные Соседка жалеет мальчика И не понимает Как помочь Вороновым Милиционер приходит С палкой Вот так вот Кого бить-то Не знаешь кого бить То есть Он не показывался Он в поле зрения Никогда не был Исследователь Виктор Фекелов Который много лет Занимается аномалиями Поселка Светлый Утверждает Это тот самый полтергейст Который много лет подряд Пугал семью Кисляковых А потом почему-то Переехал в другую семью К Вороновым Вот этот деревянный Двухэтажный старинный дом Именно сюда Переехал полтергейст Фатима После того как он В поселке Светлом Прекратился Через какое время Сюда приехал Через год У Вороновых полтергейст Фатима впервые Подала голос Когда я стала готовить Еду И вдруг оттуда Ты знаешь это кто Я говорю откуда я могу Знать кто Ну и вот началось Голос полтергейста Слышали и соседи Вороновых Он стучит И говорит Валя Валя Ты сука У меня в руках Уникальное свидетельство На этом диске Запись голоса полтергейста Записал барабашку Исследователь Виктор Фефелов Много раз записывали У нас десятки часов записи Голос не принадлежит Ни человеку Ни Валу Да Это вот как раз установлено Неужели мы слышим Голос того света А может быть это подделка Мы отдадим эту запись На экспертизу Это моя спальня Я здесь сплю Своим супругом И когда бывают моменты Когда супруга нет рядом Правильно? Когда нет Тогда вот он Полторы дней Он появляется Инна утверждает Шумный дух Ведет себя смирно Вещи не разбрасывает Мебель не ломает Ему нужно Совсем другое Он в кошечку превращается Он в кошечку превращается Подходит Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур Вот так вот Я уже говорю Ну я спать хочу Оставь меня в покое Какие только ухищрения Не придумывает барабашка Чтобы добиться от Инны взаимности Раздавался как Вот как пакет И принимал форму мужа То есть я сплю И смотрю Ну спина мужа Женщина На провокации не поддается Инна купила свечи Ладен Даже пробовала класть в кровать Икону Но и это не помогло Он ничего не боится Ни икон Он и батюшку не боится Тут освещали Он вообще ничего не боится Соседка Инны Валентина Кощеева В барабашку не верит А шумы и странные звуки в доме Объясняет банальным ремонтом Перепланировки Капитальные какие-то все Вот евроремонты Стучат Кстати в МЧС Регулярно поступают Подобные жалобы Может происходить Колебание перекрытия И может упасть И так же шататься Качаться Стучаться Поэтому люди могут это принимать Как какие-то барабашки Фантомы Что-то мистическое Мы показали интервью Инны Врачу-психиатру Сергею Ениколопову Мнение эксперта Непростой случай Этот синдром Был обнаружен В 51-м году Американским Психиатром Рашем Он обнаружил Некоторое количество Больных Которые Усиливали Свои недомогания Они жаловались На болезни Которых у них нет Обман Для привлечения К себе внимания Это редкое заболевание Называют Синдромом Мюнхгаузена Им страдают люди Пережившие Психологическую травму И никакой Мистики Но так бывает Не всегда Внимание Сенсация Сейчас вы увидите Как выглядит Барабашка Жительница Волгограда Зои Сергеевой Удалось его Разглядеть По словам пенсионерки У барабашки Четыре лапки С тремя пальцами На каждой Круглые черные глаза И рот Со зловещей ухмылкой О том, что творится В ее квартире Зоя Петровна Молчала 12 лет Боялась Бримудзу сумасшедшую У меня это было На самом деле У меня нет Галлюцинации В этой нише У Зои Петровны Стояла кровать Однажды ночью Пенсионерка Проснулась От приступа Необъяснимого страха Она увидела К ней подкрадывается Барабашка Я спала И вдруг Открыла глаза И он начал идти Пенсионерке Удалось его поймать И даже Поддержать в руках На ощупь Барабашка Оказался мягким Как плюшевая игрушка Прям весь вот В пуху весь Не в пуху А вот Мяг, мяг, мяг Как на шубе Зоя Петровна Обращалась за помощью В разные инстанции Но везде Слышала Отказ Она обратилась И санэпидемстанция И призывала И в милицию И в администрацию Обращалась Это Геннадий Белимов Местный журналист И охотник За полтергейстом Он единственный Кто поверил Зои Петровне Побував в квартире Пенсионерки Исследователь Сразу почувствовал Что-то неладное Это опасная тема Белимов выяснил В подъезде Где живет Зоя Петровна Произошло Несколько убийств А на первом этаже Был убит человек Ну пьяница Жили дебошир Его видимо Саботильники убили Новый хозяин квартиры Стал ее сдавать Он тоже страдал Алкоголизмом И через год Его тоже Убили Может быть Это прорыв Вот негативной энергии Некрофильной энергии Которая Из иных миров Из параллельного мира Прорвалась в наш По словам Зои Петровны Именно после второго Убийства У нее И завелся барабашка А вскоре На дверях Стали появляться Кровавые пятна Вот здесь Вот здесь Однако это Не все свидетельства Присутствия полтергейста В квартире Геннадий Белимов Утверждает Он Сфотографировал Потустороннюю силу Вот Первоначальный Снимок Когда Видно Что какая-то Негативная энергия Идет Теперь Чтобы защититься От нечисти Пенсионерка Прямо под линолеум Кладет Перевернутые Зеркала Мне сказали Что это Потусторонние Это самое Смотрят И они Уходят Но никаких Результатов Это не дало Может быть Может быть Дело Не в потусторонней силе Свидетели утверждают Полтергейст Не просто бросается Предметами Он также Посылает записки Которые Материализуются Как будто Из воздуха Сейчас я покажу Как провернуть Этот фокус На обычном Листе бумаги Мы пишем Страшное послание Не стоит Вспоминать Уроки Каллиграфии Чем более Неровный Будет почерк Тем страшнее Теперь нужно Сложить записку Смочить ее Обычной водой И прикрепить Над люстрой Воздух От горячих ламп Поднимается вверх И высушивает воду А когда Исчезает вода Исчезает И сила Поверхностного Натяжения Которая Держит записку Записка У меня в руках Но к полтергейству Это не имеет Ни малейшего отношения Еще один миф Развенчан Омский барабашка По-прежнему Терроризирует Семью Паташовых За месяц борьбы С полтергейстом У главы семейства Кончились силы И терпение Он решил пойти На крайние меры Участковый Что случилось В милиции Владимир предъявил Вещественные доказательства Записки с угрозами Вон записки лежат Я думал Он их уничтожит Не уничтожает Кто он Да оно Стражи порядка Истории Про потустороннего Террориста Не поверили Но пообещали Разобраться Владимир Провоцирует Шумного духа Менты пришли Телевидение Давай покажи Шоу Милиционеры Провели осмотр Помещения И установили Личность пострадавшего Выяснилось Что весной 2010 года Владимир Зарезал человека Возвращался домой На него напали В подъезде Хотели украсть Мобильный телефон Суд признал Убийство Самообороной А через 9 месяцев Когда Паташов Вернулся Из колонии Все и началось Может быть Этот дух Убитого Мстит Владимиру Или хозяин квартиры Устраивает погромы сам Заседи говорят Владимир Злоупотребляет Периодически В состоянии Алкогольного опьянения Не сказать что сильно Но Трезвы практически Не бывает Но тогда Зачем он вызвал милицию И обратился На телевидение Как зафиксировать Полтергейст Мы решили Поймать барабашку За руку В нехорошей квартире Мы на несколько дней Установим Инфракрасные камеры С датчиками движения Режим видеозаписи Будет включаться Как только В поле зрения Камеры Попадет любое Даже незначительное Движение Уникальный эксперимент В репортаже Кирилла Малахова В этой подмосковной квартире Недавно появился Шумный дух Хозяйка квартиры Марина Иванова Рассказывает Падали бумаги Журналы Документы И это можно было Логически объяснить Потом в той же комнате Где это происходило Стали падать уже вещи Из долевых шкафов Мама Марины На пенсии И почти всегда дома Екатерина Петровна Каждый день Наблюдает проделки Шумного духа Страшно Я даже с кухни уходил Сидем на треск Слышу И все Марина водит нас По квартире И показывает следы Которые оставил Полтергейст Сегодня вообще был полный Финиш В связи с тем Что было раньше Вот А что произошло Сегодня Здесь значит Соответственно Светили все Кассеты Выгнал все ящик Здесь у нас были Вилки Ушки Объяснить аномалию Ивановы не могут Поэтому считают В квартире Поселилось Привидение Дочь Марины Семилетняя Ира Рассказывает подробности Почему привидение Выбрало именно Их квартиру Ивановы естественно Не знают Но очень хотят Избавиться От непрошенного Постояльца Узнать правду Можно только Одним способом С помощью Обычной слежки Я только что Установил камеру Слежения На протяжении недели Она будет фиксировать Все что происходит В ее доме Посмотрим Удаст ли нам заснять Что-то невероятное И необъяснимое Это проделки Полтергейста Который называет Себя Фатима Несколько лет Он терроризировал Жителей поселка Светлый Сначала Семью Кисляковых А затем Вороновых Одна квартира Отновременно Более аномальное явление Эту уникальную Аудиозапись Нам передал Исследователь Виктор Фетилов Он утверждает Разговаривал по телефону Установленному В квартире Вороновых И тут в разговор Вмешался Этот голос Мы отнесли Эту запись В независимый Центр исследований Здесь проводят Криминалистическую Аудиоэкспертизу Ну вот послушаем Помнишь ты мне говорил Что вот на Иван Купала Там мужика У этого самого Убили На Пацаны Что-то я позвонил В милицию И так и не мог найти А мужика То есть Прятали в подвал Что скажут Эксперты-криминалисты Здесь интересный момент Он не произносит Длинных фраз Это вопросы Которые состоят Из одного Максима С двух слов Эксперты Криминалистической Лаборатории Уверяют Это Подделка Фальсификатор С помощью компьютерной Программы Исказил Голос Человека С помощью Современных Компьютерных Технологий Производят Так называемую Трансплантацию Болоса Женского Болоса Болоса Из взрослого Детки Или наоборот Мы покажем Как это делается На самом деле Есть очень много Способов Как сымитировать Голос Барабашки Два шарика И два разных газа С их помощью Вы сможете Изменить свой голос До неузнаваемости В этом шарике Находится гелий Он В семь раз Легче воздуха А значит Попадая в ваши легкие Он делает ваш голос Гораздо выше Этот эффект Знаком многим Однако в природе Существует другой газ Результат вдыхания Которого Прямо противоположный В этом шарике Находится Шестифтористая сера Она в шесть раз Тяжелее воздуха А значит Попадая в ваши легкие Она делает голос Гораздо ниже Согласитесь Такой голос Очень похож на голос Полтергейста Это не имеет отношения К потустороннему Это имеет отношения К физиологии человека И свойству газов И пожалуйста Не повторяйте Этот эксперимент У себя Дома В квартире Марины Ивановой В Подмосковье Уже четыре месяца Орудует Полтергейст Страдают Даже домашние Животные Видела как раз Легко в движении Она буквально От кровати Вот так вот сюда Продехала Марина согласилась Установить в квартире Видеокамеру Чтобы засечь Шумного духа Прошла неделя И мы приходим Снимать показания приборов Как вам все это время Жилось-то под камерой? Необычно Квартире теперь чисто Все домочадцы Марина, Катерина Петровна И семилетняя Ира Утверждают Полтергейст Немного успокоился Мне это кажется Странным А вообще что-то Происходило за все это время? Происходило Но в большой комнате Меньших Какие-то предметы все-таки появлялись Собака перемещалась Видела сама лично Собака перемещалась Да Вот здесь С видом причем Но я не знаю Насколько это зафиксировалось У нас в руках Уникальные видеоматериалы Предстоит большая работа Отсмотреть многочасовую запись Мы начинаем прямо в машине Все как на ладони В комнате Звуки слышны Картинка видна На видеозаписи Действительно нет ничего странного Обычная жизнь Обычной семьи Исследователь аномальных явлений Дмитрий Куликов Не понимает Куда делся Шумный дух Вот на камеру Трудно объяснять Но прямых Каких-либо Факторов Выявить Не удается Судя по результатам Нашего эксперимента Никакого полтергейста В семье Ивановых Не было Как же тогда Объяснить погром В квартире Неужели они Сами все сделали Но зачем Интересная закономерность До сих пор Шумный дух Не разбил Ни одного Дорогого телевизора Музыкального центра Или компьютера Он никогда Не появляется В домах Обеспеченных людей Почти во всех семьях Где появляется полтергейст Есть дети Связаны ли эти факты Между собой Пока мы находились В квартире Паташовых Полтергейст Несколько раз Проявлял себя На кухне Билась посуда В комнате Падала мебель Даже в присутствии Милиции Как вам это нравится Каждый раз Когда это происходило Дочка Владимира Лариса Уходила В другую комнату Ну было Такое подозрение В начале Когда я пришла Думаю Они сами Вот как бы кидают Почему шумный дух Кидает предметы Только во Владимира И никогда Не задевает Ларису Когда ребенок Уезжал к матери Два дня Ее не было И было все тихо Возвращается ребенок Возвращается Вместе с соседями Поташовых Мы проводим Эксперимент Просим Ларису Выйти на Листичную клетку Зачем бросила Так Ты сам бросила Я смотрел на тебя Чего Вот ты ее подняла Кого отбросила Ну-ка покажи Я ее подняла Разгадка Омского чуда Оказалась проста Виновница Полтергейста 13-летняя Лариса И похожий Ее отец Владимир Поташов Не только знал Об этом Но и помогал Дочке Они работали В паре Как настоящие Иллюзионисты Вот как это Происходило Вы подходите Сейчас я его Обматерю Услышав Это кодовое слово Лариса Бросит предмет Вы видите Как Лариса Уходит в другую комнату Она якобы боится Зрители Остаются в коридоре Пусть какая девочка С нами стоит Лариса Иди к нам Вот сюда Отец недоволен Но мы настаиваем Чтобы девочка Осталась с нами Выходи в подъезд Да Папа нам покажет Все Владимир не спорит Он испугался Если наша теория верна Фокус Не получится Давай Нужно показать Зачем Поташовым Это нужно Привлечь к себе Внимание Заработать денег Прославиться А может быть Это просто шутка На этот вопрос Мы так и не нашли Ответа Что это Что ты завелся О полтергейсте Веры Филипповны Колчиной Соседи Хорошо осведомлены В этом доме Она давно Стала Звездой Ажиотаж Вот тут вокруг Их квартиры Что у них там И посуда билась И как потом сказали Монеты там Из балкона Выкидывались Бита у них Это красный летал Невестка Веры Филипповны Погибла в автокатастрофе Сын женился На другой С тех пор В доме Колчиной Завелся полтергейст Владимир весь Вот так Ходил Туда-сюда Ходил Истиральную машину Разбила Шумный дух Начинал буянить Когда в гости К Вере Филипповне Приходила новая невестка Это заметили Даже соседи Вот как она приедет Так вот случилось Такие вот Два раза она приезжала Потом она сказала Не приезжай До меня Не заходи Вера Филипповна И не скрывает Новую невестку Она не любит Экстросенс у нас была И говорит От вашей Через стенку Идет плохая энергия Женщина Вызвала специалиста По паранормальным явлениям Незримая и невидимая сила Которая производила Физические Скажем Перемещения предмета Специалист по полтергейсту Исследует квартиру Поставлю в этом месте Прибор Нет ли тут Магнитных аномалий Сейчас аномалий нет Но Вера Филипповна С этим не согласна Утверждает Шумный дух ее Избивает За волоса И за голову И вот так схватит За зад Вера Филипповна считает Что душа погибшей невестки Ревнует сына К новой девушке А что об этом думает Сын пенсионерки В этот дом Стучится какой-то дух Там и так далее Не знаю Не знаю Вообще нет Вообще нет что Я не понимаю Ну вообще нет То есть Нет такого да Я сказал Кыш отсюда Как только Сергей Ушел из дома Вместе с новой женой И перестал общаться С матерью Шумный дух Оставил Веру Филипповну В покое Какие ловушки Расставляет полтергейст Когда я спела на диван Меня начало Зажимать в тиски В чем его сила Струя Якобы-то Проходила Почему не верят Очевидцам Как это могло Вылететь На сад Даже окно Плавилось Первые свидетельства Барабашка Барабашка И главный секрет Шумного духа И в отсутствие Живого барабашки Выполняют Вот эту вот Благородную Полтергейскую Миссию За него Прямо сейчас Я раскрою Все тайны У меня в руках Газета Ленинское знамя Выпуск 1987 года Впервые в советской печати Была опубликована Статья о полтергейсте Герои заметки Некто Рощины Из деревни Никитская Они утверждали Полтергейст выживает Из собственного дома Было даже возбуждено Уголовное дело По факту хулиганства И нанесению вреда имуществу Советская милиция Против нечистой силы Только сегодня 23 года спустя Мы впервые покажем Материалы этого дела На этом месте Когда-то жили люди Но чудовищный пожар Оставил их Без крыши над головой Всему виной Полтергейст Здесь она стояла в дом В доме Что из нас происходило Мы нашли их Валентину Рощину И ее сына Алексея Из подмосковной Деревни Никитская Они переехали в Хлин Живут замкнуто И с журналистами Не общаются За 20 лет Это их первое интервью Жили мы здесь четвером Мои родители Мама, папа Я и вот мой сын Вот Ну началось у нас Что-то такое смаловое У нас начали выключаться трубки Рощины Перестали пользоваться Электричеством Вечера проводили При свечах Но предметы в их доме Жили своей жизнью Вот допустим Кухонный стол Стоит, да Стоит свеч Свеча И вот она начинает двигаться Двигаться Постепенно двигается А дальше события Развивались Как в фильме ужасов Опрокидывался Обеденный стол Падал сервант Раскачивался холодильник Постоянно билась посуда Бух Упал Стук И все Мы включаем трубки Идем ищем Что-то такое Моглоски Соседи видели У Рощиных Творится что-то неладное Заходить к ним Боялись Когда я села на диван Меня начало Зажимать в тиски После месяца чертовщины Рощины получили Счет за электричество Вместо положенных Двух рублей Значилось 40 Оплачивать проделки Полтергейста Рощины Отказались Когда еще Как бы Об этом мы не спространяем Что такое здесь происходит Дело дошло до суда Рощины заявили Во всем виноват Полтергейст Следователи Пришли с обыском Мне значит Сказал племянник Что их считают Чуть не не колдунами Поселки Рощины Быстро стали знамениты Стали приезжать сюда ученые Многие этим занимались И обследовали Что здесь происходит Их вещи сразу же превратились В артефакты За которыми Стали охотиться Ученые забрали Даже сахарницу По словам Рощиных Она вылетела в окно Прямо из закрытого буфета Очень большая сила Не сила, а скорость Когда это могло вылететь Сахарницу Даже окно оплавилось Оплавилось в стекло Вылетело в окно Да, в стекло Главное, какие трещины Не было Виктор Исаков 20 лет заведовал Специальной лабораторией Информационных взаимодействий Среди живых систем При Российской Академии Наук Именно он расследовал Феномен Дома Рощины Расследовать его нужно Непосредственно криминальными методами Виктор Трофимович говорит Дело не такое простое, как кажется Есть режиссер, который руководитель И есть артисты-исполнители Пострадавшие Это обычно семья Заказчик Это лицо, которому выгодно, чтобы в доме что-то происходило дикое Внимание! Сейчас мы раскроем тайну знаменитого полтергейста Виктор Исаков рассказывает об этом впервые Я начал выпытывать Исследовать, исследовать семью Что же у них произошло Квартирный вопрос Портит не только москвичей Мужа посадили в тюрьму За убийство, что ли, он там сидел И у них с мужем была отдельная комната Пока муж отбывал наказание Валентина Рощина с сыном Переехала к родителям В квартире осталась свекровь Но когда мужчина освободился Семья снова вернулась домой Такой вариант развития событий Свекровь не устраивал Она им пригрозила Она устроит такой им погром Что и этот дом пропадет Виктор Исаков Высказывает смелую версию Якобы свекровь Валентины Рощиной Наняла гипнотизера Родственники Сами устраивали погромы в доме А когда приходили в себя Все списывали на полтергейст Профессор психологии Академик Александр Теслер уверен Персия Исакова Неправдоподобна Загипнотизировать всю семью Из четырех человек Просто невозможно На сегодняшний день Это просто врачебная методика Люди, которые рассказывают Что они всей семьей Как зомби Ходили на протяжении нескольких месяцев Семи вечера До отхода ко сну Медицина это объяснить не может Неужели полтергейст Рощиных Очередная фальсификация Венгерский журналист Нандер Фодор Впервые предположил Полтергейст имеет земное происхождение Он вызван не духами А человеческой психикой В которой сконцентрированы Подавленные чувства Гнев, агрессия, страх Может ли сам человек Быть источником полтергейста Эта видеозапись сделана В одном из московских общежитий Режиссером Алексеем Гороватским Именно он в 1988 году Первым произнес слово барабашка Ставшее впоследствии крылатом Это началось 10 сентября 1988 года Уже больше недели Как мы стучали И там включается все В общежитии строительного управления Номер один появился барабашка Тихонечко, медленно открывал дверь Из-за стука без ничего Это непосредственные участники событий 18-летняя Фируза 20-летняя Татьяна И их соседи по общежитию Я пришел в полпятую И в это время вступил со мной в контакт Съемочная группа программы Очевидная невероятная Пытается поговорить с барабашкой Ты будешь с ней с нами играть? Нет Один стук, значит да Два стука, нет Барабашка Ты будешь разговаривать с людьми Которые разбираются Науки Спустя 22 года мы вернулись на место событий С Николаем Букановым Тем самым прорабом строю правления Который когда-то вызвал в барабашке телевидение Девочки рассказывали, что он их качает на кровать Николай Буканов вспоминает Впервые он пообщался с барабашкой на этой кухне Ну первое, что пришло в голову Тогда я, значит, в него спрашиваю Из скольких букв состоит мое имя И он стучит Прямо под табуретку там, допустим Ну я не помню сейчас Раз, два, три, четыре Это режиссер Алексей Горованский Именно он придумал слово Барабашка Мы решили назвать его по характеру Его реагирование Раз оно вот так вот, значит, отвечало Нам вот такими стуками Барабашка Барабашка Горованский провел в общежитии два с половиной месяца Изучал полтергейст по заданию редакции И очень быстро выяснил Стук раздается только в присутствии одной из девушек Фирузы Этот стук не просто вот он как бы, так сказать, визуализировался Акустически Он еще воздействовал То есть можно было ощутить удар в подошвы, в коленки Режиссер заметил Одновременно со стуком у девушки сокращаются сухожилия ступней Он попросил оторвать ноги от пола В итоге звуки стали доноситься из матраса На котором сидела Фируза Знаете, есть еще его вещатель Вот он, так сказать, у него рот закрыт А там какой-то звук идет Вполне возможно, что она и есть сама Это барабашка Горованский решил провести эксперимент И задавал такие вопросы Сколько сейчас на часах времени? Она с затылком к часам была Барабашка стучал Но правильно он никогда не отвечал Он отвечал правильно только тогда, когда она была повернута Но в сюжете была озвучена только одна версия Мистическая Новость о полтергейсе сразу подхватили все центральные издания Рискнул разоблачить Фирузу лишь журналист Виктор Травин Медики лучше это объяснят Но мы с вами знаем, как мы с вами ломаем косточки И какой при этом звук раздается Вот то же самое происходило у Фирузы на ногах Задавая вопрос барабашки, Фируза непроизвольно щелкала пальцами на ногах И в комнате раздавался стук Паркет здесь остался тот же самый Причем Ну, вы видите, резонанс какой Это совершенно очевидно, что Паркет, собственно, и сыграл Наверное, ключевую роль Вот в этом обмане Журналист утверждает Он видел это своими глазами Когда Фирузы не было дома Соседки по комнате исполняли роль барабашки Чтобы журналисты и ученые продолжали верить в чудо Я бедненький с той стороны И в отсутствие живого барабашки Выполняют вот эту вот благородную полтергейстскую миссию за него Стоят, стоят и стучат Я раскрою все тайны Что такое полтергейст? Паранормальное явление? Природный феномен? Или плод человеческого воображения? Во что верить? Каждый для себя решает сам Я Анна Чапман И ровно через неделю на телеканале РЕН-ТВ Я открою новые тайны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин